Я вас снимаю на видео, отправляю по делам несовершеннолетних. Родители ваших будут штрафовать. Такую картину в парке Изумрудный можно увидеть в жаркую погоду. Несмотря на все знаки, запрещающие купание, в пруду, кроме рыбок, есть и дети. Здесь у нас тоже вода для рыбы подходящая, но для людей, конечно, естественно, нельзя купаться. Даже я бы свою собачку даже не пустила. Хотя она пытается, тоже жарко, потому что лучше этого не делать. У нас патрулирует охрана тоже. У нас ограниченный ресурс человеческий. Охрана у нас один охранник, и бывает усиление, второй охранник уходит. Объявляем громкоговоритель. У нас как-то влияет иногда, что дети, когда активно, сильно уже забираются. То есть настоятельно рекомендуем покинуть пруд. То есть микрофон он объявляет, вот у нас громкоговоритель. Ну, на некоторых действует эта мера. А запрещающие купание из Найки уже не действуют на людей. К тому же функция у пруда исключительно декоративная. На воде нет спасателей, поэтому купание может закончиться даже трагедией. Также есть шанс получить травмы. Кстати, неделю назад в Барнауле двое детей искупались в фонтане одного парка, что привело к кишечной инфекции. Сами же барнаульцы говорят, что все начинается с воспитания. Задача родителей – объяснять своим детям, что можно, а что нельзя. Они чаще всего купаются без присмотра, но это и невоспитанность. Здесь живут рыбы, гуляют люди. И гуляя с ребенком или с семьей, очень хотелось бы смотреть на детей, которые тут плюхаются. От родителей зависит в первую очередь. Ну, как мама скажу, что я не очень этому рада. Это может быть опасно. А вы когда делаете замечание, дети как реагируют? Которые по воспитанию хорошо реагируют. Активируют, как правило, никак не реагируют. Администрация парка всеми возможными способами призывает барнаульцев не купаться в пруду. Такие случаи сподвигли на строительство пешеходного фонтана в Изумрудном. Там можно будет свободно ходить. И самое главное, вода будет безопасна для людей. А вечером он будет посвечен подводными светильниками. Такой фонтан планируют возвести до 30 августа. И, может быть, именно он спасет пруд, рыбок и самих нарушителей от несчастных случаев. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.